В мастерской народных ремесел Мэлне в эти минуты продолжает работать творческая лаборатория. На ней рукодельницы из разных уголков округа знакомят с особенностями национальных костюмов, учат их по шиву и даже читают по ним историю. Ведь исторические и жизненные события оставляют свой след на фасонах и элементах одежды. В этом смогла убедиться и наш корреспондент Любовь Пермякова. Вы знаете, женщина, одевая такую кофту, превращается в необыкновенную птицу, потому что рукава здесь, посмотрите, какие большие. Это, можно сказать, прямо кофта, один рукав цельный. И когда женщина одевает, она похожа на прекрасную птицу. Марина Маргось показывает Коми-Ижемский свадебный костюм. Ему уже около ста лет. И это не просто наряд считает заведующая Центром народного творчества, а целая книга об истории северного народа. И чтобы лучше изучить ее, сотрудники учреждения пригласили мастера из села Ижмы, Республики Коми, Татьяну Филиппову. Костюм может рассказать о стадии жизни женщины. Девочка она, девушка, замужняя, незамужняя, возраст, вот может сказать. Потом богатые они, небогатые. Вот такие вот вещи. Кстати, о богатствиях. Коми-Ижемцы были очень зажиточными и трудолюбивыми людьми. Они занимались многими видами хозяйства – оленеводством, рыболовством, охотой и торговлей. Ездили не только на северные ярмарки, но и в Нижний Новгород, где закупали платки и ткани для пошива одежды. Выбирали благородные материалы и сочные цвета. Это говорит об эстетическом чувстве Коми-народа. В наших северных небогатых красками краях женщинам хотелось ярких цветов. Поэтому на праздниках они пытались предстать во всем великолепии. На мне сейчас Коми-Ижемский костюм замужней женщины. Он состоит из головного убора, рубашки, сос, передника и косоклиного сарафана. Кстати, под него одевали много подъемников. Ведь чем пышнее был низ, тем талия оказалась тоньше. Раньше такой праздничный наряд шился из тонкого полотна – сукна самого лучшего качества. А в более поздние времена – из фабричных тканей. Самые зажиточные люди могли носить даже шелка, парчу, атлас и кашемир. На его изготовление древние мастерицы тратили не один месяц, а порой и несколько лет. Современные 16 рукодельниц временно создание костюма тоже не жалеют. Собственно говоря, планировалось сшить только головной убор на этих мастер-классах. Должна вам сказать, что все пошли дальше. Кто-то шьет кофту, кто-то шьет себе сарафан. Сегодняшний мастер-класс – это продолжение творческой лаборатории в рамках проекта «Сохраним наследие», который существует на протяжении 10 лет. Благодаря ему окружные мастерицы плели кружево, шили русские сарафаны и рубахи, пояса обереги, изготавливали головные уборы и ненецкие костюмы. Стать частью большого творчества может каждый желающий. Мастер-класс по изготовлению комик-костюма будет проходить до 15 апреля. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».